Всем привет-привет! Сегодня мы будем рассматривать вопрос, который, в принципе, многих волновал. Но я тебе буду признательна, если ты все-таки подпишешься на мой канал и поставишь мне лайк. И погнали рассматривать вопрос. Самый, наверное, насущий вопрос. Сколько стоит квартира в Минсмире? Это, в принципе, вы можете посмотреть на сайте. И как же она оплачивается, сколько оплачивается, обслуживается в плане жировки. Перед тем, как я вам расскажу про жировку, я вам хочу рассказать, также многих интересует этот вопрос, про дополнительные услуги, которые нам предоставляет организация Dubai Property Management. С 1 июля 2021 года она стала полностью управляющей организацией Минск Мира. То есть, в Минск Мире управляющая организацией Dubai Property Management. У нас нет НИТС в доме, да, ни ЖЭС вообще в Минск Мире. Обслуживающая организация и управляющая. Это Dubai Property Management. По поводу дополнительных услуг. У нас было собрание, я уже вам про него рассказывала. И нам выдали уже договора на дополнительные услуги. Что вы можете получить в дополнительных услугах? Договор, который обязательный. И вы должны 100% его подписать, согласно последнему указу. Это договор на управление общим имуществом совместного домовладения управляющей организации. Если в других управляющих организациях эта услуга оплачивается за счет них, то в Минск Мире эта услуга будет оплачиваться за счет жильцов. Данный договор я еще не подписала. Но уже в жировке за июль месяц с меня вычли данную сумму. Данную сумму, не только с меня. Вычли эту сумму со всех жильцов. Вот. И как-то так. Также договор на... Такой вот договорчик я вам скажу. На возмездное оказание услуг. Это если вам нужно вывозить строительный мусор, то контейнер больше по Минск Миру не стоит. То есть вы должны и 51% жильцов подписать данный договор. И тогда у вас поставят контейнер, раскидают на вас на 51% подписавших договора данную сумму. И у вас будет стоять строительный контейнер. Также договор на организацию работы и содержание в актерах. Также должны собираться 51%, не менее 50% на противно жильцов. И данная сумма раскинется на всех. И тогда у вас, в принципе, будет в актер. Также это касается и хранения видео. Если вы хотите больше камер, и чтобы вы могли просматривать видео, то нужен 51%. Далее. На оказание дополнительного санитарного обслуживания. Это на дополнительную допуборку. Все те же условия. Также можно заключить договора. И нам еще есть такие договора на обслуживание домофона. Также вы должны подписать 51%. Но я подписала данный договор еще в апреле месяце. И не собрался у нас в доме 51%. Но сумма у меня уже списывается. Это там 1 рубль. Как-то так. Поэтому сами вы все знаете, сами все понимаете. Что вам нужно будет, уже будете решать с домом. Но есть такой еще один нюанс в том, что если у вас будут какие-либо перерасчеты на дом по электроэнергии, еще почему-то, то это будет оплачивать не управляющие организации, а это будет все раскидываться на жильцов. По поводу оплаты коммуналки, я буду тут прикреплять, в принципе, фотографии. Коммуналка мне приходит на электронную почту. Я написала ее. Знаете, чтобы эти лишние волокиты бумажными не заниматься. Квартира у меня евро-двушка. Там 43 с копейками квадратных метров уже после ремонта. Нашего дома нет еще в энергосбытии. И у меня не заключен договор на электроэнергию. Вроде бы обещали, что скоро этот вопрос решится. Но на конец августа месяца вопрос еще не решен. Хотя уже живем 5 месяцев в доме. И наш вообще был дом сдан в начале декабря 2020 года. То есть уже прошло, в принципе, больше, чем полгода. А дом в энергосбытии до сих пор его нет. За март у меня было около 33 рублей коммуналка. В апреле там 34. В мае заплатила 55 рублей. За июль там 30, ну почти 40 рублей. И за июль я уже заплатила 31 рубль. В принципе, в таком вот пределе, эквиваленте с июля месяца, как я вам сказала, мне вписали еще туда дополнительные различные услуги, на которые я договора еще не заключала. Будем смотреть, что будет дальше. Наш дом пока не решал по поводу всех вот этих вот договоров. Но есть обязательный договор на управление общим имуществом совместного домовладения управляющей организации. Его нужно обязательно подписать. Даже если вы его не подпишете, то организация вправе подать на вас в суд. Поэтому я отправлюсь на Братскую и буду подписывать этот договор. Также сейчас Дубай Проперти организовали такие вот обходы домов, которые уже сданы на предмет выявления дефектов мест общего пользования, подлежащих устранению генпотребчика в рамках гарантийных обязательств. Жильцы дома могут тоже записываться на данные обходы, могут подготовить какие-то свои замечания и будут уже встречаться с представителями Дубай Проперти Менеджмент. Также у них есть группа в Телеграме. Они, в принципе, публикуют туда все новости. Я вам хочу еще посоветовать по возможности быстрее прописывайтесь в свои квартиры, потому что с первого месяца, как сдался наш дом, с декабря уже пошла оплата за услуги. И вы знаете, если никто в квартире не прописан, то эта сумма на много-намного раз увеличивается от обычной. И соседям моим, у меня квартира поменьше, конечно, но я прописалась в январе месяце. Приходили немаленькие такие счета за квартиры. Это было больше 100 рублей, при том, что там услугами люди еще не пользовались водой и так далее. То есть и 100, и 160 приходили вот такие вот суммы. Это, конечно, не очень приятные суммы, поэтому мой совет по возможности, когда сдался дом, лучше быстрее пропишитесь, чтобы вам не капала такая вот огромная большая коммуналка. Там же пока не возникало проблем, там и когда были дожди, что-то еще, в принципе, с водой, с электроэнергией, там еще с чем-то. Пока все нормально, но будем смотреть, будем ждать зиму, будем смотреть, как будет отапливаться квартира. Достаточно, недостаточно, потому что, в принципе, зимой дома будет уже год. Я думаю, все коммуникации, все должно отлаженно и хорошо работать. Но ждем зимы, будем смотреть. Будем мы, может быть, в квартире не будем, тем более тут батарея не регулируется. Так что это тоже такой вот вопрос, потому что, вы знаете, зима была очень, это холодная, вот, и в квартире, в принципе, я бы не сказала, что прям вот зимой было супер холодно, у нас рабочие даже работали в майках, но потом как-то по весне, пару недель мы померзли, когда еще было отопление. Я не знаю, конечно, с чем это связано, но время покажет, в любом случае я вас буду держать в курсе событий. Так как Dubai Property Management стала управляющей организацией, еще раз повторюсь, только с начала июля месяца, сейчас конец августа. И что вообще ждать еще? С чем мы будем сталкиваться? Я буду вам, естественно, это все рассказывать, но вот на данный момент из неприятного было то, что я не заключила еще договор, и в принципе у меня уже списываются деньги. Конечно, это не супер приятно, но что поделать? Такова жизнь. Не все делается, что нам нравится. Поэтому буду, естественно, держать в курсе дела. Я думаю, вам будет тоже интересно. Многие еще не переехали или будут переезжать. Я скажу, что наш дом сдался в начале декабря 2020 года. Мы заехали в конце марта месяца, и уже живем апрель, май, июнь, июль, август. Пять месяцев. Почти, знаете, уже полгода. Вот, поэтому посмотрим, как будут дальше обслуживаться наши дома, кварталы, что будет меняться, что идти к лучшему будет, и так далее. Спасибо всем огромнейшее за просмотр моего видео. Я буду очень признательна, если ты поставишь лайк и подпишешься на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok